Меня зовут Шейна Вера Николаевна, я учитель английского языка, педагог-исследователь КГУ гимназия номер 132 города Алматы. В этом году я приняла участие в городском этапе республиканского конкурса «Панорама педагогических идей» и стала его победителем номинации «Учитель английского языка». Когда состоялось награждение, и я услышала свое имя в числе победителей, не передать словами то, что творилось в моей душе на тот момент. Радость, гордость за победу, ведь мои способности на протяжении всего конкурса оценивали жюри, члены которого – настоящие специалисты своего дела. Победа в этом конкурсе дала мне прежде всего уверенность в себе, в том, что в своей работе я двигаюсь в правильном направлении. На мой взгляд, победить в региональном этапе конкурса мне помогло умение оставаться самой собой. Чтобы победить, педагог должен помнить, что он прежде всего педагог, а потом уже конкурсант. Мне на уроке важно оставаться собой, интересной, динамичной, открытой и понятной ученикам. Именно то, что я нашла контакт с ребятами и работала на них, а не на свой имидж, помогло выиграть. Как я поняла, Гарнер сделала теорию многим интеллигенции. Мы имеем различные типы интеллигенции. Полиции принимаю весьма обычная и объекты ласки не смотрят еще разу . Доктор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Как сказал мудрый китайский философ Конфуции, «Учителями могут стать только те, кто оторвался от старого и достиг нового. Сегодня моя профессия требует инновации. В быстроразвивающемся обществе не просто удивить и вызвать интерес у детей. Это требует постоянного самообразования». На конкурс «Панорама педагогических идей» мной был представлен интегрированный урок английского языка и психологии в 10-м классе на тему Multiple Intelligences. Урок был разработан в соответствии с государственной образовательной программой Республики Казахстан. Как известно, в основе любого урока лежат цели полагания. Цели данного урока основаны на таксономии Блума и критериев SMART. Выбор активных методов обучения, использованных мною на данном уроке, обусловлен содержанием темы, способствует достижению цели обучения. В ходе урока учащиеся смогли продемонстрировать навыки XXI века, такие как сотрудничество через совместную работу для достижения цели, общение, выражение своих мыслей, критическое мышление путем изучения и оценки идей с разных точек зрения. Формативное оценивание являлось неотъемлемой частью урока, где задания оценивались по критериям и дескрипторам разными приемами. Панорама педагогических идей обогатила меня многим. Уникальным опытом, новым взглядом на профессию и на себя. Это настоящая школа профессионального роста. Теперь жить и работать по-старому уже не получится, потому что теперь я знаю и умею больше, а значит и результаты моей работы должны быть выше и лучше. Такой конкурс, как панорама педагогических идей, обязательно нужен. Он позволяет педагогу увидеть себя и свои возможности гораздо шире. Данный конкурс дал мне толчок вперед, новый виток в развитии и окрылил на дальнейшую плодотворную работу в системе образования. Я хочу выразить огромную благодарность организаторам конкурса за эту колоссальную работу, проделанную ими. Благодарность членам жюри за профессионализм и индивидуальный подход к каждому конкурсанту. Спасибо за то, что мы, преподаватели, можем принимать участие в таких престижных конкурсах. Спасибо за высокую оценку моей работы. Продолжение следует...